МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости понедельника, 11 июля, в программе «Наше время» в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте! И вот лишь некоторые темы, о которых расскажем сегодня. Новые вспышки Менингита. Заразу подхватили двое воспитанников детсада номер 125. В дошкольных учреждениях усиливают меры профилактики. Три с половиной часа допроса. Сегодня Виктор Иониде давал показания в суде, почему экс-депутаты и предприниматель отрицают свою причастность к приготовлению к убийству. Несколько десятков автомобилей отправились на штрафстоянку. В ГИБДД взялись за нарушителей правил парковки. Массовые рейды будут проходить в Оренбурге несколько дней. И вернулись с победой. Детский хор «Новые имена» занял первое место на конкурсе в Сочи. Всего было 280 коллективов из 36 стран. Итак, сегодня в Ленинском суде Оренбурга начали рассматривать громкое уголовное дело Виктора Иониде. Напомню, экс-депутаты законодательного собрания области и руководителя компании Оренбург-Лада обвиняют в приготовлении к убийству. По версии следствия, Виктор Иониде выступил заказчиком убийства целой семьи Давыда Давидова. Мотив – захватить его бизнес по торговле овощами и фруктами. Но один из способников решил не брать грех на душу и рассказать все полицейским. Изначально по делу проходили 4 человека, но на скамье подсудимых сегодня оказались только двое. Почему и что говорил на допросе главный обвиняемый? Ольга Патрушева побывала на процессе. Подсудимых в зале должно было быть больше. Один из них неожиданно умер месяц назад, второй уже в тюрьме. Станислав Муравьев отправился за решетку на 6,5 лет, предварительно раскрыв следователям всю схему. Это согласно ей 65-летний Иониде выступил заказчиком. Сам Муравьев определил себе роль пособника. Мол, он лишь выполнял поручения. На Борисе Лушниковой поиск киллера и оружия. А вот ныне почивший 62-летний Виктор Бызгалов должен был стать тем самым убийцей. В связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в целью подкронения возможных наследников бизнеса Давидова, было решено вместе с Давидовым убить членов его семьи, супругу Давидову и их малолетних детей. Но смерть одного из фигурантов стала не единственным удивлением. Подсудимые прямо на первом заседании заявили о своем желании дать показания. Такое бывает редко. Удивлен был даже судья. Обычно подсудимых допрашивают после свидетелей. В моих показаниях за эти полтора года ничего не изменилось. Я давал показания, когда меня задержали в течение 10 с лишним часов. Фамилии остальных фигурантов ему знакомы. Только уверяет, не подельники они вовсе. С Лушниковым связывает профессиональная деятельность. Бызгаеву помогал с покупкой автомобиля. Муравьева тоже знает давно. У последнего, кстати, не один тюремный срок за спиной. С ним его судьба свела в лихие 90-е. Это от него он впервые услышал фамилию Давидов. Однажды Муравьев со своим другом Джунабаевым появился на пороге кабинета Иониде. Незнакомца Муравьев представил как бывшего работника, бизнесмена Давидова. Он предложил Джунабаеву взяться за этот бизнес вместо себя. Я спросил, как же вы вообще собираетесь? Один отсидел, второй только что из тюрьмы вышел. Муравьев ответил, говорит, что у них есть тетрадь. Эта тетрадь предполагает себе все записи всех заинтересованных людей, в том числе и чиновники, которые от этого бизнеса имели заработок. Они будут помогать. Эта тетрадь находится где-то в сейфе у Давидова. Кажется странным, зачем человеку, который всю жизнь занимается автомобильным бизнесом, захватывать еще и рынок овощей. Да и как выяснил Виктор Иониде, база, из-за которой разгорелся скандал, принадлежит совершенно другому. Там, по сути, хозяин-то Заикин, у которого 50% акций, а у Давидова 25% акций. И с таким пакетом акций ничего невозможно решать. Бывший депутат считает, его оболгали и говорит, очевидно, кто тот, кто поспешил во всем сознаться и получить срок поменьше. Он не знал, что его слушают, он не знал, что его пишут. Понимая, что он получит большой срок, он просто меня подставил. Вот и все. Иониде Илушникову грозит по 20 лет тюрьмы. Но о наказании говорить пока рано. На первом заседании, которое длилось почти 3,5 часа, успели выслушать только главного фигуранта. Впереди допрос второго подсудимого и, конечно же, свидетелей. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. В Оренбуржье вспышка энтеровирусных инфекций. Заболели уже 24 ребенка. Случаи заражения зарегистрированы в Осикеевском районе, Бузлуке, Новотроицке и Оренбурге. Кроме того, в областном центре зарегистрированы новые случаи заражения вирусным менингитом. В детском саду номер 125, который находится на проспекте Гагарина, заболели двое малышей. Сейчас дети находятся в больнице. Эту информацию сегодня нам подтвердила начальник управления образования Нина Гордеева. Также, как сообщалось ранее, энтеровирусный менингит диагностировали у троих воспитанников детского сада номер 177 на улице Мусы Джалили. Уже известно, что дети заразились от сотрудников учреждения. Сейчас и взрослый носитель, и маленькие пациенты уже чувствуют себя лучше. Двое детей дома, в хорошем состоянии, третий пока в больнице, потому что есть определенный промежуток времени, когда нужно наблюдать за состоянием здоровья этого ребенка. Он в стабильном, хорошем, нормальном состоянии. По рекомендации Роспотребнадзора в дошкольных учреждениях ввели особые меры безопасности. Главная задача работников – своевременно выявить возможных больных и предотвратить распространение инфекций. Мы убрали все игрушки, весь мягкий инвентарь, потому что он трудно подлежит обработке. Мы увеличили количество санитарных обработок помещений, игрушек всех оставшихся. Ужесточили утренний фильтр. Спасатели поймали мужчину, прыгнувшего с шестого этажа. Предотвратить трагедию сотрудникам МЧС удалось накануне. Около пяти часов вечера на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в доме номер один по улице Карпова 25-летний оренбуржец пытается покончить жизнь самоубийством. Спасатели, прибывшие на место, увидели, как на подоконнике на шестом этаже балансирует мужчина и успели развернуть так называемый куб жизни. По прибытию было видно, что человек пытается покончить жизнь самоубийством. Оперативные сотрудники ФПС развернули этот куб жизни. Мы едва успели надуть, он самостоятельно спрыгал на куб жизни и попал точно в центр. Тем самым не получил вообще никаких повреждений. Человек остался живой. Что побудило мужчину пойти на такой отчаянный поступок, пока неизвестно. С ним сейчас работают психологи. Предположительно, Горик Эскадер находился в наркотическом опьянении. Чем может обернуться стоянка под запрещающим знаком? Сотрудники ГИБДД сегодня начали масштабные рейды по эвакуации неправильно припаркованных машин. Только за сегодняшний день на штрафстоянку отправились несколько десятков автомобилей. За нарушение правил парковки все водители были оштрафованы. Почему оренбушцы беспечно бросают свои машины в неположных местах и хватает ли парковок в городе, в рейд с инспекторами отправились Иван Бер и Владимир Семенов. Если бы, наверное, была вседозвольность и воля, нам заезжали бы на крыльцо того заведения, куда прибывают. До часу дня сотрудниками дорожной полиции уже было эвакуировано не меньше десяти автомобилей, припаркованных в неположенном месте. В ближайшие два дня на улицах города с нерадивыми парковщиками полицейские будут бороться в усиленном режиме. Впрочем, по словам самих водителей, автомобиль порой просто некуда поставить. У нас просто нету, как бы, таких нормальных парковок. Вот, машины некуда ставить у нас, если так разобраться. Вот, людям деваться некуда, они бросают, потому что люди работают, учатся, как бы, приходится выбирать или работают, или тебя машину увезут. Вот и все. Надо, чтобы администрация работала, надо этим ставить, парковки. Нет, не всегда они правы, но в основном-то это нормальное явление. Потому что и пешеходы обнаглели, а водители вообще борзели. Вот сейчас вытаскивали отсюда машину. Там положено, я сейчас не помню, 5, по-моему, или 10 метров от пешеходной дорожки. Но они, конечно, неправильно ставили, правильно не забрали ее. Кстати, вот яркий пример неправильной парковки на пересечении Советской и улицы Правды. Но здесь действительно редко есть свободное место. А потому, видимо, владелец этого автоваза и нарушил правила парковки. Кстати, поскольку он не явился на место, теперь ему придется оплатить штраф в ГИБДД в размере полутора тысяч рублей. И, соответственно, время на стоянке. Автомобиль стоял ближе 5 метров к пешеходному переходу. Соответственно, создавал помехи для пешеходов. У нас сейчас школьные каникулы. И детки, многие самостоятельно передвигаются по улице Советской без сопровождения взрослых. Ну и в силу своих физиологических особенностей, то есть это низкого, небольшого роста ребенка, он своевременно не может заметить опасность на дороге. Впрочем, не всегда парковочные места забиты. На улице Володарского его хоть отбавляй. Но женщина решила припарковать свой Киа, наехав на тротуар. Правда, успела до эвакуации и отделалась лишь административным штрафом. Автомобили бросают как попало. Это одно. И плюс ко всему прочему, что у нас центр города. Довольно-таки все равно улицы узкие. И с парковками есть определенные сложности. Но никто не хочет, допустим, машину поставить за несколько кварталов, да, на нормальной улице, спокойном месте. И дойти спокойно до необходимости прогуляться пешком. По словам сотрудников дорожной полиции, нередко припаркованные в неположенном месте автомобили создают помехи скорой помощи и пожарным машинам, из-за чего теряются драгоценные секунды. А потому полицейские рекомендуют внимательнее относиться к дорожному движению. Иван Бер, Владимир Семенов. Наше время. Объединение муниципалитетов и ведение института сельских старост. Итоги работы комитета по местному самоуправлению в областном парламенте сегодня подвел его председатель Александр Кунеловский. За пять лет в законодательном собрании рассмотрено 397 законопроектов, немалая часть которых выдвинута членами комитета. А наиболее важных из них – Виталий Сапожников. Одним из главных достижений комитета за последние пять лет Александр Кунеловский назвал инициативу с укрупнением муниципалитетов. Это когда, к примеру, Сорочинск объединили с Сорочинским районом, Солилецк с Солилецким районом. Логичным и разумным в этой ситуации выглядело и объединение в одно муниципальное образование и небольших поселений, расположенных неподалеку друг от друга. Но не сразу, а постепенно и с учетом местной специфики. Важно, нужно, да. Выгодно это для бюджета в определенной степени, да. Но, на мой взгляд, я усматриваю, что это, будем так говорить, оптимизация схемы управления муниципалитетами. Ну, лично свое могу мнение сказать, что эту работу надо продолжать. И сегодня даже, на мой взгляд, было бы, наверное, конструктивно даже объединять районы, которые сегодня имеют разное управление. Ноу-хау оренбургских законотворцев в ведение института сельских старост. Такого в соседних регионах нет. Это своего рода дежурные по поселку. Следят за порядком, помогают разрешать проблемы сельчан и напрямую общаются с областными властями. Мы выписали норму закона так, что старосты, по сути своей, имеют прямой канал связи с губернатором. И назначаются им, по большому счету. И отчитываются даже перед ним. Вот с 2014 года вступил закон в силу, и мы понимаем, что мы оказались правы, что этот институт сегодня востребован, он прижился в Оренбургской области. Прижились в области и другие законодательные инициативы членов парламентского комитета. Одни из последних – новый порядок избрания глав муниципалитетов и закон о выборах губернатора области. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время. В Оренбурге назначили новых начальников миграционной службы и наркоконтроля. Напомню, в связи с поручением Владимира Путина провести реорганизацию, с 1 июня эти два ведомства прекратили свое существование и вошли в состав МВД. Сегодня в полиции озвучили имена новых руководителей. Как сообщают в пресс-службе, должность временная, исполняющего обязанности начальника управления по вопросам миграции, занял полковник полиции Рафик Куляев, а начальником управления по контролю за оборотом наркотиков стал подполковник Евгений Погорелый. Несколько часов без еды и воды в Оренбурге 7-летняя девочка оказалась в заложниках у врачей. Инцидент произошел в городском детском тубдиспансере. По словам родителей, ребенка и ее маму долгое время не выпускали из лечебного учреждения, требуя отдать медицинскую карточку. Дело дошло до полиции. В действиях врачей теперь также разбирается и прокуратура. Подробности этого конфликта выясняла Екатерина Волкова. Действие разворачивается в детском тубдиспансере, а в небольшом кабинете медики удерживают маму с дочкой. На видео с телефона видно, как держат оборону у выхода врачи. Я хочу уйти совершенно спокойно с ребенком. Уходите, оставляйте документы и уходите. Я хочу уйти с карточкой. Конфликт возник из-за медицинской карты, которую с собой решила забрать мама девочки. 7-летняя дочка уже как год наблюдается в тубдиспансере. Но, как уверяют родители, никаких симптомов на инфекцию у ребенка нет. Анализы все хорошие, но почему-то с учета до сих пор не снимают. Последний раз были на приеме жена с дочерью, и им сказали, что в июне придете или в июле. Посмотрим, анализы будут хорошие, и, соответственно, снимем с учета. Заходит к врачу, врач ее слушает, в тезиатр, и говорит, придете в октябре. Собственно говоря, вот с этого все началось. А жена говорит, а почему в октябре, это, собственно, с чего? Почему я сюда должна ребенка возить здорового? Тем более учреждение, оно же, как бы, ну, в некотором роде опасное. Действия своей жены супруг Вадим Бундин считает вполне понятными. Просто мама хочет знать реальное состояние здоровья своего ребенка. Вот и хотела женщина с медицинской картой дочери пойти на консультацию в Министерство здравоохранения, чтобы точнее прояснили ситуацию. Но получила отказ. Знаете ли, значит, сначала какими-то угрозами, уговорами, что вот и вы, значит, и мать, и даже охрана не говорила, и вас там лишить нужно там прав родительских. Милицию все-таки вызвали. Пока ждали полицейских, словесная перепалка продолжалась. И крайним здесь оказался ребенок. Девочке, со слов родителей, пришлось просидеть несколько часов. Хотя удерживать несовершеннолетних, по их мнению, незаконно. Запрать медицинскую карту тоже не удалось. Ее на руки так и не отдали. Ранечку вы можете фотографировать, но выносить за пределы учреждения медицинского вы не имеете права. Имею. Нет, это не амбулаторно-полигеническая служба, это противотиперкулезное учреждение. В итоге 7-летняя девочка вместе с мамой в тубдиспансере, в окружении практически всего медперсонала, провела почти 5 часов. Теперь родители дочери хотят призвать к ответственности врачей за незаконное задержание. Уже написали стопки жалоб и обращений в полицию, прокуратуру и региональное министерство здравоохранения. Что же касается сотрудников детского тубдиспансера, то получить комментарии у них не удалось. Говорить, как они заявили, будут только после того, как в назорном ведомстве примут решение. Екатерина Волкова, Виктор Горшенев, «Наше время». И добавлю, что мы все-таки хотели бы услышать мнение представителей детского тубдиспансера. Будем ждать комментариев. За размещение нацистской символики в интернете под суд в Оренбурге сегодня разбирали дело студента ОГУ Василия Горенских. Молодой человек опубликовал на своей странице в социальной сети изображение Адольфа Гитлера. Притом сделал он это 20 апреля, в день, когда родился вождь нацистской партии. Внизу было подписано «С днем рождения именинник», после чего в отношении 21-летнего студента было возбуждено административное дело по статье «Публичная демонстрация нацистской символики». В новостях я уже увидел, написали, что я фанат Гитлера, то есть что я там чуть ли не знаю кто, не поклоняюсь ему. Я на самом деле просто довольно часто выкладывал всевозможные новости в интернете, то есть на своей странице. Я выкладывал и новости там про полета Гагарина, то есть что только я не выкладывал на своей странице. Каких нацистских побуждений не было, как написали уже в СМИ. Сам Василий признался, что не подозревал, каким последствиям может привести, по его мнению, вроде бы безобидный репост. Однако, по словам прокурора, незнание закона не освобождает виновного от ответственности. «Распространение символики, схожей с нацистской, в Российской Федерации запрещивается в любой форме, будь это средства массовой информации, в интернете любые какие-либо источники средств массовой информации. Так как это оставляет награнициональный народ и память о комиссионных в Великой Отечественной войне в жертву». В итоге молодой человек отделался сравнительно легко. За свою неуместную активность в интернете он заплатит штраф в тысячу рублей. В Оренбург вернется жара и зной. Об этом сообщают синоптики. Грозы и дожди возможны лишь в западных и восточных районах области. При этом ветер может усиливаться до 15 метров в секунду. «В начале недели будет максимальная температура наблюдаться в пределах 26-31 градуса, то есть ночные плюс 13-18. Постепенно воздушная масса будет прогреваться, и за счет этого в конце недели уже температура воздуха опять достигнута отметок 30-35 градусов». По словам синоптиков, влажность на этой неделе будет повышенной, что может некомфортно отразиться на здоровье метеозависимых людей. Золотое выступление. Оренбургский хор «Новые имена» стал победителем всемирных хоровых игр. На конкурсе детский коллектив завоевал высшую награду. Юным артистам удалось заработать наибольшее количество баллов, опередив фразы своих соперников. Виртуозным исполнением произведения ребята покорили членам жюри. В этом году всемирные хоровые игры проходили в Сочи. В них приняли участие более 280 коллективов из 36 стран. Оренбургский хор «Новые имена» занял первое место и стал обладателем золотой медали. День семьи, любви и верности в Оренбурге отметили парадом колясок. Традиционное шествие организовал торгово-развлекательный центр «Север». И надо сказать, что три десятка участников готовились к этому событию более чем серьезно. Как прошел главный семейный праздник, увидели наши корреспонденты. «Глаза разбегаются» здесь не пустая фраза. Десятки участников превратили обычные коляски в фантастические конструкции. Например, построили вокруг детского экипажа бумажный Кремль. «Мы вдвоем делали. Да я ждала мужа даже с работы, чтобы вместе сделать. Это от двух до трех ночи делали. Ну, неделя точно у нас ушла. Сколько бумаги насчет клея, ничего не знаю. В общем, брали и все». Казалось, парад колясок дал родителям возможность реализовать собственные мечты. Построить бригантину или собрать болид? Торгово-развлекательный центр «Север» уже превратил это действо в традицию. Парад колясок проводят пятый год подряд, и это настоящее шоу. Не только для участников, но и для зрителей. В «Севере» уверены, именно так и нужно праздновать День семьи, любви и верности. «Очень здорово. Я думала, что же за парад колясок. Даже не могла предположить, что это так красиво и здорово». «О, очень хорошая идея. Отлично. На следующий год обязательно будем участвовать». Победителя парада выбирают зрители, а вот подарки для лучшей команды готовят торгово-развлекательный центр «Север». В этот раз пухлый торт из денег получила сводная команда. Елена и ее маленькие помощницы напомнили, что главное – вера, надежда и любовь – и не прогадали. «Нет, ну, волнение, конечно, было, потому что мы готовились, мы переживали, мы слова учили. Ну, в целом мы были готовы сражаться и петь. Это же праздник – петь и танцевать». Елена Кузнецова, Виктор Горшинев. Наше время. Совсем скоро начнутся съемки телевизионного проекта «Бизнес-класс», призовой фонд которого 10 миллионов рублей. С 25 по 30 июля 50 команд-участниц, прошедших в следующий тур по итогам заявочного этапа, презентуют свои проекты экспертам, успешным предпринимателям региона. Мы начинаем знакомство с командами. Подробности в следующем сюжете. Бизнес с крупным планом. Съемки участников конкурса идут полным ходом. Съемочная группа уже побывала на 20 предприятиях, участвующих в телепроекте «Бизнес-класс». Среди тех, кто поделился своей историей успеха, фабрика детского платья «Чупинет». О своей швейной мастерской Виктория Агапова мечтала с 18 лет. Тогда это казалось несбыточным. Исполнить желание помог, как ни странно, кризис. Виктория – бухгалтер по профессии, ее супруг Ярослав – директор турагентства, занимались поставками детской одежды из Таиланда. После падения курса рубля снизился и спрос на импорт. А вот дружеские связи с зарубежными текстильными фабриками остались. И мы решили, что мы сможем. Хотя ни я, ни Ярослав вообще никакого представления не имели. Даже о том, как выглядит машинка промышленная швейная. Но мы купили несколько машинок, привезли к себе домой. Решили попробовать. Сегодня фабрика детского платья «Чупинет» – единственная в России, использует уникальные ткани тайского производства. Главной ценительнице продукции – девочки в возрасте от года до 8 лет. У Виктории и Ярослава три сына. В будущем Агаповы хотят запустить мужскую линию детской одежды. Такова история фабрики «Чупинет». Съемки участников конкурса «Бизнес-класс» продолжаются. 8 июля распахнул в свои двери новый спортивный клуб «Барс». В честь этого знаменательного события каждый желающий мог приобрести любую клубную карту с 50-процентной скидкой. Многие воспользовались такой возможностью. И это совсем не удивительно. Ведь в новом клубе прекрасно оснащенный зал с большим количеством разнообразных тренажеров и грамотно организованной кардиозонной, фитобар, солярий и широкий выбор групповых занятий. В том числе и модные направления, такие как зумба, фитмикс или кроссфит. Новый спортивный клуб «Барс» успел заинтересовать заядлых любителей фитнеса и привлечь к занятиям спортом новичков. Меня привлекло то, что он находится близко к моему дому. Очень популярный клуб, я много слышала о нем. Посоветовали знакомые, я пришла на открытие. Мне очень нравятся тренажеры, все как надо. Я выбрал этот клуб, потому что здесь работает моя девушка, и для нее я хочу выглядеть всегда хорошо. Открытие клуба «Барс» прошло на позитивной ноте и в теплой атмосфере. Организаторы мероприятия постарались на славу. Для гостей была организована целая развлекательная программа с выступлением тренеров клуба. А к концу вечера гостей ожидал сюрприз – розыгрыш ценных призов и вручение подарков. Спортивный клуб «Барс» ждет вас по адресу. Улица Уральская, 12, телефон 550-200. И напоследок об отключениях. Оренбург «Водоканал» сообщает, что завтра с 10 утра и до 19 часов будет ограничено холодное водоснабжение по адресам, которые сейчас указаны на экране. Причина ремонтной работы – телефон справочной службы 37-400. Оренбург «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства. И городские электрические сети сообщают, что завтра, 12 июля, в некоторых домах Оренбурга и пригорода возможно отключение электроэнергии. Адреса, где будет отсутствовать электричество, сейчас на экране. Уточнить всю информацию можно по телефону 56-83-38, либо 98-48-48. Таким был этот день. Напоминаем, что все выпуски программы «Наше время» и другие актуальные новости всегда можно посмотреть на нашем сайте 56nv.ru. Всем хорошего вечера и только добрых новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok